Бегала с топором за дворником. Такую картину видели жители улицы Кайманово в Нижнекамске. Как утверждают очевидцы, одна из местных жительниц напала на сотрудника управляющей компании, а разнимали их случайные прохожие. Дворника пытались задушить и забить топором. Рамиль Шайдулин знает детали. Вчера вот вы бегали с топором. Я не топором не бегала. Никогда это не было. Не было это. Эту женщину жители двух домов по улице Кайманово в Нижнекамске теперь всерьез опасаются. Все произошедшее своими глазами видели немногие, но история за считанные часы стала известна всем. Бежит рушанья. Тетя Люба, спаси меня. И вот она с этим вот, как зубилом-то, начала махаться. Но мы ее не могли никак остановить. Я кричала на помощь. Все произошло в половине седьмого утра в помещении, где работает вахтер, и могло бы остаться незамеченным. Но внимание жителей окрестных домов привлекли полиция и скорая помощь, подъехавшие на место. Сейчас полицейские разбираются в причине, которая заставила 55-летнюю женщину напасть на 27-летнюю работницу управляющей компании. Об этом думают и соседи. Никаких претензий к девушке у них нет и не было. У нас недавно работает, но хорошая женщина. Всегда приветливая, всегда разговаривает и отвечает на приветствие. Обратные отзывы о женщине, подозреваемой в нападении. И соседи, и сотрудники дома управления общаться с ней опасаются. К тому же подозревают, что она может состоять на учете в психоневрологическом диспансере. С топором бегает. Вот и все. Больше ничего не скажу. Какой-нибудь стресс был, наверное. Сын ненормальный. Дворница сказала, что она не первый раз уже к ней так выходила. Сегодня двор убирала другая женщина. Жители домов надеются, что с прежним дворником все в порядке и девушка вернется на работу. Правда, то, что подобное не повторится еще раз, никто пока не гарантирует. Рамиль Шайдулин, Александр Комаров, Евгений Лызаев. Вызов 112.